Путешествие во времени из третьего тысячелетия в век железный совершат кировские археологи. Они готовятся к раскопкам на территории Хлыновского Кремля. Речь идет об участке на Динамовском проезде. Эта территория на северной окраине исторической части Хлыновского Кремля рядом с Кремлевским валом и стеной Женского Преображенского монастыря. Ищут древности ученые и в советском районе Кировской области. С подробностями Зои Зотова. Прогуливаясь по Динамовскому проезду, немногие задумываются о том, а что же там под землей, под всеми этими строениями и газонами. Спуститься вниз, вернуться в прошлое и докопаться до истории планируют кировские археологи. Они начинают свои раскопки здесь, в районе Динамовского проезда, на месте когда-то существовавшего Хлыновского Кремля. Деревянный Хлыновский Кремль был заложен в 1374 году. В 1700 году случился пожар, который уничтожил большую часть деревянной застройки. Спустя 20 лет начинают возводить каменные стены. Сейчас не сохранилось ни одной башни или фрагмента стены Хлыновского Кремля. Частично сохранился посадский крепостной вал, но он находился уже за пределами самого Кремля. И, кстати, в черте старого города остатки этого вала можно наблюдать, например, около оврага засора или на территории детского парка Пола. Вернемся к Хлыновскому Кремлю. Ученые уже определили место 50 квадратных метров. Археологи погрузятся в культурный слой на 4 метра. Уже прошли подготовительные работы. А что же будет итогом поисков? Различные археологические предметы, предметы быта, сооружения, остатки хозяйственных и живых построек, на основании которых можно реконструировать материальную и духовную культуру жителей данной местности. Археологи ищут древности и в советском районе Кировской области. Там исследуют археологический памятник Пижемское городище. Большой интерес ученых представляют орудия труда, предметы быта, боевое оружие, остатки доспехов. И если отвлечься от несметных сокровищ, что таятся на вятской земле, то возникает вопрос, а кто были наши предки и когда они пришли на вятку? Маркерами того населения на вятке является керамика. То есть они сохраняли орнамент, даже придя сюда к нам на вятку. То есть это пришло население. И сейчас ученые изучают вопрос, откуда они к нам пришли. И возможно, благодаря хронологии изучения, мы поймем, в каком веке они к нам пришли сюда. Главная цель всех раскопок – восстановить хронологию событий и узнать, какими были наши предки. Зоя Зотова, Александр Брызгалов, Бюро Новостедовича.